Привет, друзья! Это Егоров и знаменитые медиа-скандалы. Сегодня в выпуске. Матч Родины на спорте закончился потасовской и оскорблениями. Досталось даже Камеле Харрисовой. А в главных ролях все те же Текила, Тарасов, Гатагов и Викинг. В Тудроц эпидемия вируса и величия. Пока Кутуз под капельницами, Некит ругается с Лигой, Райзеном и Егоровым. Кэп Амкала Сипскана шлет подальше РФС и не собирается играть в матчи всех звезд Кубка России с Промисом, Пеняевым и другими спортсменами. Сипсканшка на его телеграмм в описании, как и на мой. Поехали! Что, Олег? Летом Текила ушел из Наспорте, создал Родину и выбил Наспорте же в полуфинале МФЛ. Матч был напряженным, то есть почти без моментов. Наспорте забивали свои, потом в чужие. А Роберто Уфенок сначала спас команду, а потом утопил ее в серии пенальти, как другой Роберто Баджо. Но грустный и унылый матч, как и полагается, запомнился веселыми срачами. Текила, Майами и все остальные. В первом тайме Сослан послал какого-то чувака из Родины. ХЗ кого и ХЗ за что. Потом Сослан посрался с Тарасовым. Кто-то что-то поджигал, но тоже ХЗ что. Потом команды в полном составе послэмились и на поле, и в под трибунке. И здесь точно так же. ХЗ, зачем и почему. Ну, в общем, как и бывает на любой свадьбе или на сельском дискаче. Вообще, этот матч был похож на сельский дискач. Иди, б***ь, отсюда, наполезь. Давай, иди сюда, чтоб... Бычка продолжилась и во втором тайме. Кто-то что-то сказал, кто-то грязно играл. Ну, ничего нового. Что, Олег? Грязно играть? Вот что мы точно увидели, так это бычка Тарасова. Он Петровского по голове головой ударил и в финале теперь не сыграет. Главное, чтоб сейчас вот эти страсти. Ну, а завелся Тарасов, потому что Роберто Уфенок до этого забил мяч, подбежал к скамейке Родины и что-то неприятное сказал. Ну, об этом нам Шиш поведал. Во время празднования своего гола, когда они забили, он подбежал к нашей скамейке и кричал с... Ну, такие слова, как бы, ну, на улице или где-то в другом месте, я бы с ним по-другому поговорил. Здесь после того, как он выиграл на пенальти, я к нему подбежал, сказал, что ты говорила. И все, я закричал, потому что ура. Я ему даже ничего плохого слова не сказал. Взял меня за шею, на что я ему не ответил. Я считаю, что это проявление силы, но... Ну, а дальше смелый Уфенок куда-то исчез, вернулся к пенальти, промазал и схватил Шишу за горло. Уфенок смелый, а на спорте едет домой. Ты здесь душой, всеми сердцем, конечно же, это волнительно. На этом дискач закончился, родина праздновала, а грустный Лев Борисович просто грустил. И все. Никаких эмоций. Я уже, не знаю, на той стадии эмпатии, когда ее практически не... В общем, если вам этот матч и все это действо понравилось, вы величайший фанат медиалиги. Респект вам. Бля, хуй посмотри, хуй посмотри, хуй посмотри, хуй посмотри, хуй посмотри. Были на этом медиа дискачей и девушки. Сама медиа принцесса, медиа футбола Камиля Харрисова. Принцесса, как обычно, ну в данном случае Камиля, не любит две вещи. Когда ей мешают работать и когда кто-то ругается и кричит. Все это, конечно же, на матче было. Я дернула Сашу Текилу к себе на флэш-интервью. У меня есть помощник, Кори, который меня приводит к гостей, потому что я стою на позиции, я жду. Это прямой эфир. У нас ограниченное время. Саша Текилу идет ко мне, мы ждем. Ждем, когда нам дадут команду и можем начать флэш. Мы ждем, ему кто-то кричит. Он, естественно, тоже на эмоциях убегает от меня. Нам не удается его сдерживать, просто там толпа месива из-под трибунки стала приближаться сюда, на эту зону. И просто в какой-то момент, когда месива подошла максимально близко к этой зоне и ко мне, я повысила на всех голос и поставила на место. Потому что устраивать бардак здесь, по трибунке, устраивать какой-то бессмысленный махач, ну пусть это останется где-нибудь в подворотнике в подъездах. Принцесса Камиля со своего трона, с микрофоном, начала всех людей успокаивать и нравоучать. Я повысила на всех голос и, ну, поставила на место, потому что... Переходим ко второму полуфиналу, который вот-вот начнется. Есть дополнительная интрига. Как и Броуки некоторое время назад, Тудроц поразила эпидемия. Кутуз и Слон лежат под капельницами, Богдан с градусником и температурой, Умбаппе тоже что-то болит. В общем, все они скоро простудятся. Кто-то был болен, кто-то это Богдан, который заразил некоторых наших, ну, ребят. То есть, виноват Богдан. Да, и причем Кутуз, на самом деле, красавчик, он заболел, а он переехал, чтобы ты понял. Хотя состав Тудроц такой, что можно потерять человек 10 и 15, ничего им не страшно. Тем более, Никит давно говорит о том, что Тудроц просто величайший. Вообще, играть Тудроц будет сложно и чисто кармически. Вы же знаете правила. Чем больше ты флексишь, тем меньше везет, и тем сильнее тебя потом будут обсирать после поражения. Броуки на себе испытали. Никого не вижу, блядь. Никого не вижу, никто даже не смотрит. А флексит-дроты сейчас как перед матчем 2 мая с Самкалом. Они в этом году все выиграли, у них порядок с просмотрами, и они называют себя великими, обсирая другие команды и лигу. Сначала видел награду персону года. Медиа в футболе, конечно, жопа загорелась. Даже с Райзеном они посрались, заметив, что Тодд вылезает только за счет реакции на 2D, но не отмечает величия 2D и называет себя медиа-операционной года. В общем, дроты делают все, чтобы сдуться кармически. Но с другой стороны, а есть ли вообще у них карма, и работает она в их случае? Есть подозрение, что они продались дьяволу. 2D. Поэтому всех побеждают. Да они ничего не сказали, так с коршон чуть подожгли, и будет сюрприз на матче. Ну и напоследок другие дьяволы. Наш любимый Амкал, который ушел в спячку после поражения от Тудроц. Так вот, Германа, Гаса и Сипскану пригласили принять участие в галло-матче Кубка России со звездами Пеняевым, Промисом и другими. Но Сипскана отказался. Ему не понравилось, что матч пройдет в формате 5 на 5, где футболисты не будут отдаваться, что это будет тупо пиаром Кубка России. И за это Сипскане захотелось денег. Денег ему не предложили, и он послал РФС и Кубок России, грубо говоря, в жопу. Ну что ж, достаточно интересный подход, и возможно он справедлив и верен. Но есть одно но. По справедливости и верности РФС будущим летом тоже может сказать, что команды, которые не заявлены ни в одну из лиг, которые считаются частью российского футбола, в Кубке России принимать участие не будут. Так Беттера работала логически. С другой стороны, какая логика, если есть хайп? Хайп важнее. Это был Егоров, медиаскадалы. Пока.